Через неделю после Всемирного дня смеха отмечается Всемирный день здоровья. Темой этого года объявлена безопасность пищевых продуктов. Туда, где еда должна быть самой безопасной и полезной, в больничную столовую отправилась наша съемочная группа. При упоминании о больничном питании россияне обычно морщат нос. О вкусе казенной еды в учреждениях здравоохранения многие знают не понаслышке. Интернет-форумы пестрят злобными отзывами. То, чем там кормят больных, нельзя давать даже собакам. Это просто какой-то кошмар. В столовой нет ни соли, ни сахара, ни хлеба. Практически каждый день на обед и на первое, и на второе страшная пареная капуста без всего. Кисель там, наверное, одну пачку разводят на 5 литров воды, забывая добавить сахар. Посмотреть, как кормят в республиканской клинической больнице в Чебоксарах мы решили лично. Итак, первое, второе – хлеб и чай. На вид вполне аппетитно. Пациенты, судя по всему, тоже довольны. Первое, второе кормят. Утром, вечером каши. Каши плюс яички, запеканки. Рыбные блюда, мясные вторые блюда, овощные блюда. Все меня очень устраивает. Всех уговариваю. И в столовой сижу. Я говорю, девочки, из дома таскайте меньше, говорю. Давайте здесь питаться, как нам положено, для здоровья, для нас. Как начала питаться, начала себя лучше чувствовать. На самом деле, очень вкусно кормят. Утром каша, это обычно вообще очень вкусно. На обед уже дают и первое, и второе. Это супы, борщи, очень нравится. Потом уже дают на второе тоже опять. Иногда каша, иногда гороховая каша. Никогда не ела, честно говоря. Сейчас очень нравится. Что ж, возможно, взрослое поколение просто не привыкло привередничать в еде. Однако специалисты объясняют не любовь. Большинство россиян к больничной пище по-другому. Здесь вам не глутамата, а натрия, усилителя вкуса нежирных наваристых бульонов, не избытка соли и сахара. Иначе говоря, в больницах кормят совсем не так, как пациенты привыкли питаться дома. Вот и приходится к правильному питанию привыкать. Лечебное питание является одним из видов комплексной терапии пациента. То есть это вид лечения. Естественно, если пациент пришел лечиться, то в первую очередь должен соблюдать режим питания в стационаре. Рацион питания пациентов сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Энергоценность соответствует всем нормам, которые прописаны в отраслевом приказе. Кроме этого, он обогащен специализированными продуктами питания на сегодняшний день, легко усвояемым белком и обогащенными продуктами, то есть обогащенными микронутриентами и, конечно, способствует выздоровлению пациента. Чтобы добиться оптимального соотношения цена-качество, часть учреждений здравоохранения в республике перешли на систему аутсорсинга. То есть в больнице персонал занимается своими непосредственными обязанностями лечения пациентов, а иду для них готовит какая-либо сторонняя организация. В настоящее время из 45 учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования и оказывающих медицинскую помощь в круглосуточных и дневных стационарах, 21 учреждение организацию лечебного питания проводит путем самостоятельной закупки продуктов питания и приготовления пищи. И 24 организации отдают данные услуги сторонним организациям на аутсорсинг. За прошлый год расходы средств обязательного медицинского страхования на организацию лечебного питания составили 258 миллионов рублей. Расходы эти увеличились по сравнению с 2013 годом на 23%. Организации, которые поставляют питание в больницы, тщательно отбирают по конкурсу. Кроме того, контроль качества ежедневно ведется непосредственно в учреждениях дежурным врачом и диетологом. Впрочем, как бы вы ни относились, к больничному питанию в больницы лучше не попадать. Путь здоровы. Писемов Республика.